Новинка на завтрак обещает интересное продолжение, особенно если к новинке этой применимы слова «эксклюзив» и «впервые в России». Совместный пресс-завтрак Yota и Samsung представляет новинку как результат давнего партнерства. Нетбук Samsung NC10 – в первой стране мини-ноутбук со встроенным модулем WiMAX. Сегмент нетбуков уже активно захватывает аудиторию. Небольшие размеры с хорошими характеристиками обеспечивают спрос. У WiMAX перспективы еще радужнее, аудитория велика даже до начала коммерческого использования. Возможности совмещения технологий наглядно реализованы видеоконференцией. В связи с нами находится генеральный директор компании Yota Денис Свердлов. Денис, здравствуйте! Здравствуйте! Как нас слышно? Вас слышно отлично. Я уже сейчас подъехал, пригласитесь, я же вам просил. В общении очном генеральный директор Yota подчеркивает важность события – замкнутую цепочку устройств для пользователя. Были модем и коммуникатор, сейчас еще и мини-ноутбук. Таким образом, к развивающемуся покрытию сети успевают подготовить гораздо больше возможностей для одного конкретного потребителя. Мы выделяем, собственно, две большие группы. Одна группа – это ближе к ноутбукам, то есть это CPU-устройства, ноутбуки и модемы PC-Express карты – это одно направление. Второе – это мобильные телефоны. Если говорить про модель потребления на персональном компьютере, то это эволюционный шаг, он понятен. Потому что на сегодняшний день с Wi-Fi ни у кого не возникает вопрос, почему он внутри. Удивляет, когда это какая-то штука из ноутбука, в связи с Wi-Fi, торчит. Такая же ситуация будет происходить и с Wi-Max по нашим ожиданиям. В цифрах новинка выглядит так. Процессор Intel с частотой 1,6 ГГц. Гигабайт оперативной памяти. Жесткий диск – 160 ГБ. Монитор WSVGA с диагональю 10,2 дюйма. Ну и главное, конечно, встроенный модуль Wi-Max. Тут же на презентации эксперимент на скорость подключения. Видите, автоматически проходит подключение. В течение 5-6 секунд, собственно, все. Мы подключены. Российского в этом нетбуке тоже больше обычного. Например, требованием Yota к своему давнему партнеру была установка батареи повышенной емкости на 5900 мАч. Для самой корейской компании это тоже важный продукт. Фактически сотрудничество с Yota и распространение Wi-Max устройств – это одно из главных стратегических направлений на российском рынке. На Винге придаются важные значения, даже если брать лишь, собственно, мини-ноутбук. В этом году мы ожидаем увеличение рынка ноутбуков на 5-10%. А увеличение рынка мини-ноутбуков мы ожидаем в еще больших размерах – от 10 до 20%. Это означает, что темпы роста рынка нетбука гораздо выше в России. Еще одно важное требование от Yota – стоимость нетбука с модулем Wi-Max не должна отличаться от такого же устройства без модуля. Перспективы широки, ближайшие планы понятны. Вопрос, где и почем теперь 4G-нетбуки, имеет четкий ответ. В первые две недели продаж с 23 марта девайс будет продаваться эксклюзивно в M-Video по рекомендованной цене в 19 990 рублей. Однако этот аппарат, опять же, на завтрак. Сотрудничество Yota и Samsung обещают полноценное питание. Уже в скором времени корейская компания выпустит новый телефон для Yota. Продолжение следует...